Очень хочется самоизолироваться с Екатериной Шульман, лежать на ней котеночком, свернувшись в клубок, и так вау, ого, расскажи еще. Дзержинск. Некогда советская столица химии. Теперь же просто депрессивный город, тщетно пытающийся забыть свое страшное прошлое. Ведь именно тут когда-то родилась певица Натали. Но в начале 2022-го в Дзержинске происходили события, затмившие прежние ужасы. Произошло то, отчего волосы стынут в жилах. Именно здесь простой учитель истории Андрей Рудой проводил над собой страшный по своей бесчеловечности эксперимент. Он отсматривал десятки часов словесного поноса радиоведущей, политологини и якобы очень умной женщины Екатерины Шульман. Рудой был уверен, что его мучения будут оправданы, и результат эксперимента принесет пользу обществу, создав вакцину от страшного вируса Шульманиоза, которым, по некоторым данным, уже заболели комик Денис Чужой и рэпер Оксимирон. Преступным соучастником несанкционированного эксперимента стал канал Фальшевик. По данным следователя Постебайла, именно он прислал подопытному многочисленные материалы с Екатериной Шульман, глядя которые, Рудой четырежды впадал в кому. От передозировки к кринджам. Мужики, вызывайте Скорь, он походу сдох. Она такая умная, говорили они. Она отменный политолог, говорили они. Она ведет такие классные эфиры на Эхе Москвы, а еще у нее свой канал на Ютубе, ну очень интересный и познавательный. Безумцы. Очень у меня грустно, я думаю, ну может быть посмотрю порно. Но моя следующая мысль, Денис, ты же интеллектуал. Как ты можешь дрочить на порно, когда есть Екатерина Шульман? Друзья мои, я что только не отсматривал, от Ильи Варламова до стримерши Карины, от Юрия Дудя и какого-нибудь Алексея Венедиктова до Евгения Панасенкова. Я клянусь, такого отборного кала, как у Шульман, я не видел никогда и нигде. В арсенале Рудова было смертоносное оружие, которое он испытывал на себе. Порядка сотни тайм-кодов с адскими высказываниями Екатерины Шульман. Следуя принципам конвенции о правах человека, мы не будем использовать их в полной мере в этом ролике. Но на свой страх и риск в описании оставим ссылку на документ с ними и пояснениями к ним. Зрители могут ознакомиться с данным материалом, пока Шульман не приравнена к наркотикам или биологическому оружию. А мы расскажем эту драматическую историю Дзержинского эксперимента. Прежде чем мы перейдем к главному, напомню, что у меня наконец-таки появился телеграм-канал, ссылка будет в описании к видео. Подписывайтесь на здоровье, там много всего интересного. Также слушайте новый трек Биг Беррия Тейпа, вышедший на днях. Ну, а я поведаю вам, как страдал за ваши грехи. Издание Ти Джей писало «В соцсетях все чаще обсуждают политолога Екатерину Шульман, вокруг нее образовался культовый фандом, ее называют великой, предлагают выдвинуть на пост президента, перерисовывают как аниме-героиню, делают про нее мемы, создают фанатские паблики, а ее выступления расходятся на цитаты в соцсетях». И казалось бы, кандидат политических наук, доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук Ранхикс. Регалии внушительные. Но я же отсматривал ее материалы и видел просто какую-то лютую псевдоинтеллектуальную блевотину, замешанную на мерзком ехидстве и самолюбовании. Поэтому в ходе сегодняшнего выпуска прошу обратить внимание не только на то, что это светило демократической мысли несет, но и на то, с каким выражением она это делает. «Прямая линия с Екатериной Шульман». Уже в начале эксперимента подопытный очень быстро уяснил характерный симптом шульманиоза. Как известно, многие люди используют в речи слова-паразиты – междометия. «Например, например, например, да, например, да, например, да, например, да, например, да, например, да, дико пороться, например». Но вместо слов-паразитов и междометий Екатерина Шульман просто несет херню. И, кстати, это достаточно логично. Человек ведет эфиры на Эхе Москвы, проводит стримы, лекции. Все это не предполагает выискивание источников, наличие материалов под рукой, хотя порой с Шульман такое все-таки случается. Но чтобы выглядеть эффектно, тебе просто нужно взять наукообразный стиль речи и травить байки, которые далеко не всегда имеют хоть какое-то отношение к реальности. Про таких людей обычно говорят «ради красного словца не пожалеет и отца». «Ключ? Да, мое тело». Ну а кто проверит-то? Кто будет отсматривать эти регулярно выходящие полутора-двухчасовые эфиры? Ну и поэтому можно в проброс тараторить вообще что угодно. Что большевики пришли и заставили женщин принудительно работать. Что белогвардейцы председательствовали на судах против самих себя. Ну и массу других сказочных историй. В первые годы советской власти всякие арестованные за белогвардейскую деятельность юристы сами были председателями судов на процессе над собой, потому что больше не было грамотных. Женщины все больше и больше присутствуют вообще везде. Они становятся все более видимы. Они до этого были. Они до этого работали. В нашей стране они все принудительно работают с 1917 года. С другой стороны, опять же, при Леониде Ильиче тоже так делали. Диссидентами торговали. Они тоже считались агентами Запада, либо шизофрениками, либо шизофрениками агентами Запада. И это был экспортный товар. Вот это вот гражданское общественное сознание не уничтожило даже советская власть, которая очень сильно старалась делать. И до последних своих дней эту хватку не ослабевала. В перестройку и в ранние 90-е людям открылось, что Советский Союз был вообще создан на преступлении, и преступлением держался, и что в центре его организации людоедов, которые никуда не делались и продолжают функционировать. Екатерина Шурман действительно очень-очень умная женщина. Я когда слушаю, во-первых, не успеваю нихуя. Она ебать быстро как читает. Екатерина Шурман, конечно, респект. Быстро выяснилось, что шульманиозу особенно подвержены стримеры, которым любым образом нужно поддерживать динамику эфиров. При этом нет возможности и желания проверять факты. В особенно тяжелом состоянии был госпитализирован стример Ежи Сармат. Врачи борются за жизнь Евгения. Штаны Ежи спасти, увы, не удалось. Жаль, конечно, этого добряка. В принципе, чтобы рассказывать то, что изрыгает из себя Екатерина Шурман, о России, о ее прошлом, настоящем будущем, нужно знать ровно одну вещь. О чем бы ни шла речь? Во всем виновата советская власть, Ленин, Сталин. И, в общем-то, после этого могу вас поздравить. Вы становитесь экспертом уровня Екатерины Шурман. Большая часть того, что я считаю негативными явлениями, является непреодоленными последствиями советского уклада и советской власти, которая в гораздо большей степени жива и присутствует в нашей жизни, чем мы предполагаем. Абсолютно любую тему Екатерина лихо сводит к страшному советскому наследию. Почему эта страна живет не очень и жить хорошо как-то не спешит? Почему демократия урезается, мракобесие распространяется? Ну, потому что страной руководят ветхие совки, значительную часть народа составляют тоже сформированные советской властью совки, а они, как мы уже слышали, трусы и бесхребетные твари. Ну, вы знаете, советский человек прежде всего трус, а все остальное потом. Это его базовое суть. А на это надо как-то всегда делать скидочку большую. Таким его воспитала советская власть, другим он уже не станет. Поэтому ожидать от этих людей выдающейся стойкости, мужества и вообще хоть чего-нибудь, хоть какого-то позвоночника, не стоит. Мы имеем дело с тем материалом, с каким мы имеем дело. Ну, вы поняли, Екатерина в силу своей тяжелой болезни просто берет и поливает дерьмом сотни миллионов людей. Безумие этих тезисов вроде как очевидно для всех, кто дружит с головой. Но я на всякий случай напомню, что Великую Отечественную войну выиграли в большинстве своем. Молодые люди, сформированные и выращенные советской властью. Видимо, эти люди тоже были трусами и бесхребетными. Ну, не то, что сама Екатерина и ее соратники с Эхо Москвы. Занятно, но даже позднесоветские люди во многом сохраняли в себе эти качества мужества и самопожертвования. Для наглядности упомянем историю с Чернобылем, которую киноделы разных стран пытаются обгадить, насколько хватает бюджетов и фантазий. Настоятельно советую посмотреть вам обзор Евгения Баженова, если вы до сих пор каким-то чудом этого не сделали. В котором очень хорошо раскрывается реальная мотивация тех же пожарных и прочих советских людей, которые участвовали в ликвидации последствий аварии. Примечательно и то, что взращенные в нынешнее буржуазное время пустословы, вроде Ирины Шихман или Козловского, просто не в состоянии оценить, каково это жертвовать собой ради всеобщей цели. Проявлять стойкость и мужество во благо общего равенства. И отнюдь не за личный трамвайчик, и не за свою булочку, и даже не за собственную семью. Почему вот эти ликвидаторы вот такие, а Даня не понимает, как они могли это совершать? Женька, ты понимаешь? Я реально. Ну для меня это кажется сегодня подвигом, и когда они мне это говорят, я думаю, а думала ли я бы так? Это про то, как мы современным людям пытаемся объяснить мотивацию другого человека. Вы хотите сказать, что современный житель России не понимает, что значит геройство? То есть он не готов... Я не понимаю человека, который бежит на войне и кричит за родину, за Сталина. Мне кажется, он бежит за... Тогда вам не стоит снимать фильм про... Нет, за своих родных, за людей, которые понимают, что он хочет, ну как бы... Но точно не за какого-то Сталина. Ну правда. А то есть идейных людей не существует? Эксперимент давал все новые сенсационные результаты. Шихман и Шульман оказались разными людьми. Впрочем, обе явно больны шульманиозом. Именно поэтому подписчики Вестника Бури далеко не всегда их различают. Эти поразительные открытия не сбили Рудова с толку. И он продолжил постигать взгляд больных на советское наследие. Конечно же, наиболее обсуждаемым является Тейк Шульман о том, что у нас неправильный капитализм, ибо совковые люди строили его, начитавшись курса научного атеизма и незнайку на Луне. Представления, заимствованные из курса научного коммунизма, из книги «Незнайк на Луне», из карикатур в «Крокодиле». Как рассказывали советским людям про то, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал за 300% прибыли. Помните это все? Как рисовали им этих самых банкиров с сигарами в цилиндрах, так они ровно вот этот самый капитализм по «Незнайки на Луне» и построили. Также у них есть представление о том, что конкуренция это на самом деле обман, о том, что парламентаризм это комедия, о том, что выборы контролируются элитами. Вот эти вот все прекрасные советские штампы живут в головах людей, в особенности в головах того поколения, которое обладает сейчас всей полнотой политической, экономической и медийной власти. А это люди, мягко скажем, старше 55 лет. Очень советские люди, самые советские, воспитанные и обученные советскими людьми. У нас на канале есть ряд видео, в которых описаны чудеса гуманного капитализма и идеальной демократии за пределами постсоветского пространства. Почему-то повсеместно капитализм оборачивается эксплуатацией, а то и открытым террором. Знаете, мне вот интересно, а какое-нибудь банальное руководство компании «Амазон», создающее нечеловеческие условия труда, оно что, тоже «Незнайки на Луне» обчиталось? Или, может быть, южнокорейские чеболи занимаются сверхэксплуатацией рабочих, а власти рассаживают профсоюзных лидеров по тюремам, потому что просто в Южную Корею северные товарищи контрабандой провезли партию учебников по научному атеизму. Логично. Не правда ли? Интенсивный просмотр Шульман вскоре стал негативно влиять на психику подопытного. Ему начало казаться, что даже Илья Варламов на фоне Шульман вполне неплох, обладает мощной доказательной базой и является практически коммунистом. Между тем, новые удары по сознанию следовали один за другим. Со слов Екатерины Шульман оказалось, что демография России была подорвана именно Сталиным, а женщины до сих пор плохо рожают именно из-за происков усатого диктатора. Сталинская политика, в общем, видимо, не хочется заглядывать тут так печально слишком далеко вперед, но, видимо, подрубила демографические корни того русского народа, о котором он так беспокоится. Он никогда уже не будет прежним и никогда не возродится в той форме, в какой он был, так сказать, явлен человечеству в конце 19-го, начале 20-го века. После Второй мировой войны, после Сталина это уже стала другая. Даже не в смысле какого-то качества, не дай бог, я не об этом, а вот сугубо, так сказать, с точки зрения возможности воспроизводства, возможности роста, это стала уже другая общность людей. И вот мы имеем дело, что называется, с ней. И уж тем более с тем обществом, в котором мы живем, и часть которого мы составляем, вот с этим вот нерастущим, с низкой рождаемостью, с, к сожалению, очень ранней мужской смертностью, еще одно спасибо, советской власти, с некоторым при этом ростом продолжительности жизни, и, следовательно, с большим процентом пожилых людей, с ним вот эти все великодержавные эксперименты просто невозможны, потому что не на чем. Та, казавшаяся бездонной крестьянская империя, которая рожала бесконечное полчища солдат, исчерпана. Забавно, но во многих видео Шульман сыплет умными фразами про второй демографический переход, про его естественность. Но когда речь заходит о России и Советском Союзе, тут умные фразы уходят, и вместо них начинается деспотизм Сталина. Видимо, урбанизация, индустриализация, включение женщин в деловую жизнь, это и есть тот самый деструктивный деспотизм, за который мы отдуваемся до сих пор. А, ну и да, конечно же, в том, что мужчины живут в среднем меньше женщин, тоже виноват, видимо, Сталин. Это библейская история, абсолютно. А может быть, деспотический сталинский режим умышленно устроил демографическую яму, втянув на территорию Советского Союза войска гитлеровской Германии? Ну, в общем, если у вас есть претензии к российской демографии, вы знаете, на кого все валить. Правильно, блять. Хотя, кстати, вы можете открыть работу Болдырева «Итоги переписи населения СССР» и увидеть, что за период с 1926 по 1939 годы, то есть до присоединения новых территорий, население СССР увеличилось на 33,7 миллионов человек. Рост приостановила только война. Видимо, просто не успевали отстреливать. У, ту-ту-ту, гулаг! Знаете, мне кажется, у Екатерины Шульман какая-то психологическая травма, потому что с любой темы она автоматически съезжает на проклятый совок. Вот, например, документалочка о Николае Первом. Разбирается вопрос о взаимодействии императора и Александра Сергеевича Пушкина. И вдруг врывается Сталин. Как будто они это чуют. И то хотят поубивать всех поэтов, как Иосиф Виссарионович хотел. Он тоже в этом отношении был человек сильно, так сказать, озабоченный. Художественным словом и музыкой, и кинематографом. То есть он понимал, что вот эта вот сфера культуры — это такая вторая армия. Вот есть, так сказать, военное дело, за которым надо следить, а есть вот эта вот власть над умами. И ее тоже нельзя выпускать из рук. Сталин видел в поэтах вторую армию и хотел всех их поубивать. Так вот ты какая. Правда. Да, я, кажется, понял, что поэтов загоняли в союз писателей, чтобы их просто поудобнее было отстреливать. А некоторым на всякий случай еще присуждали сталинскую премию в области литературы и искусства. Ну, просто чтобы умирать было приятнее, а впечатление от утраты одаренных сынов своего великого советского отечества у общественности было, ну, как-то посильнее. Продолжая распутывать тему массового уничтожения, испытуемый Рудой натыкался на все новые и новые Перлы Шульман. По ее словам, большевики то перемешивали все социальные слои, то хотели их все физически уничтожить. Советская власть настолько перемешала все социальные слои, что не осталось нигде никакого коренного населения. Советская власть не просто раскулачивала, а убивала физически, ну, практически все городское образованное население, а также представителей дворянского класса, а также имущее крестьянство. Вы можете пояснить, на какую именно страту социальную, этническую, экономическую обрушились массовые репрессии с 1936 по 1939 год? На целый ряд страт. Значит, это священники, это военное руководство, это партийное руководство. А вот по поводу священников, они ведь могут перестать быть священниками, вот по той логике, по укулелистам? Нет, не могут, потому что преследовались не священники, которые что-то делают, в принципе, а те, кто принадлежат к сану. Эта страта должна быть истреблена. Значит, далее, кто еще являлся целью советских репрессий? Верующие, если активные верующие, а священники просто, что называется, катком. Далее, военные руководители, партийные руководители, которые, опять же, не могут перестать быть партийными руководителями, потому что они ими уже являлись, прошлое тоже карается. Представители этносов, этнические чистки, очень значительная часть советских репрессий. Не только депортация, и депортация, конечно, тоже, но последовательные процессы против поляков, немцев, латышей, самых разных представителей разных национальностей, которые просто уничтожались, что называется, по списку, по фамилиям. Крестьянство тоже являлось целью советских репрессий. Образованный городской класс, могущий иметь связи с историческим российским прошлым, как дворяне, так и не дворяне, но вот, что называется, бывшие люди. Вот эти категории подвергались преследованиям почти вне зависимости от своего поведения. Ну да, отличные истории. По идее, сейчас было перечислено практически все население Советского Союза в 30-е годы. Его-то и хотели уничтожить сталинские упыри, чтобы в конце на всех просторах страны восседали только Сталин, Калинин и Молотов. Это притча, это сказка. Дальше пошли разве что некоторые казахстанские националисты, которые насчитали количество казахов, погибших от Голодомора, в полтора раза больше, чем казахов на тот момент в принципе было. Хотя, знаете, я вот тут иронизирую, а ведь в другом ролике Шульман говорит вот такое. Эти самые тоталитарные машины, немецкая, китайская, советская, достигали целей вполне быстро. Но не оставалось никого через короткое время, кто мог бы этой цели порадоваться, этому замечательному достижению. Этим выплавкам, этим военным победам даже, которые кажутся вот такими соблазнительными. Значит, потом выясняется, что все это оборачивается уже несколько другой стороной. Поэтому бойтесь великих целей, когда вам их навязывают сверху. Спускаясь на более безобидный уровень, о котором, собственно, был нам задан вопрос. Ну, тут замечательно буквально все. И приравнивание советской и китайской модели к гитлеровской Германии, и использование самой концепции тоталитаризма, которая уже давным-давно раскритикована как несостоятельная и не объясняющая сути тех или иных режимов. Тут и то, что якобы все достижения и победы того же Советского Союза оказались напрасными, и якобы не было буквально никого, кому бы они принесли счастье. Понимаете, даже мандарин на фоне Шульман охренел от таких слов и свалился. И да, не было, конечно, ни социальных прорывов, ни уничтожения пережитков Средневековья, которое царская власть тащила сквозь столетия, не было мощного запуска социальных лифтов, не было выигранной самой страшной войны в истории человечества, не было повышения уровня жизни, не было создания социального государства. Просто верьте Екатерине Шульман, все было зря. Одно из впадений Рудова в кому произошло, когда Шульман веролобно заявила, жизнь в СССР была столь невыносимой, что у граждан была лишь единственная радость. Это война. Советские люди вспоминали войну, в том числе как время большей свободы, чем то, что было до или то, что наступило после. Когда надо какой-то результат показывать, то даже власть, которая в обычное время озабочена исключительно сама собой, должна что-то делать более-менее полезное. И видно, когда это приносит результат, и видно, когда это результата не приносит. А может быть будут доказательства, ссылки на исследования? Нет, потому что это снова байка в духе барона Мюнхгаузена, и звучит вроде забавно, публику повеселили, эфирное время заняли, ну и норм. А то, что советские граждане, особенно после Великой Отечественной войны, были настроены зачастую антивоенно, что были популярны антивоенные лозунги в духе «Миру, мир», а многими жителями Союза ценился даже весьма комичный Брежнев, ведь он выступал против войн, это уже неважно. Я хочу подчеркнуть, что в этой Конституции очень ясно и четко говорится о мирной позиции Советского Союза. Это основная наша линия. Суи, как Криста, Русей Матурнова, дать очень внутренний, и как дармастер. Современ Ленина. Суи, а Ленин тоже. Мы говорим все за мир. То, что даже сравнительно небольшие потери в Афганистане обернулись огромным общественным недовольством, это тоже забудем. И я понимаю, что моя позиция тоже, наверное, доступна для критики, но она хотя бы основана на фактах, а не на красном словце. Факт-чекинг для Екатерины Шульман это вообще роскошь непозволительная. Например, вот что она периодически выдает. С этим у нас в последнее время совсем стало плохо. У нас по закону возникают целые сословия лишенцев. Ну, это не совсем справедливая аналогия. Лишенцы по первой советской конституции были лишены не права выдвигаться, а и права голосовать тоже, и, по-моему, нанимать работников. В общем, там совсем все плохо было. Владеть пол недвижимости тоже было нельзя. Екатерина Михайловна, что вы несете? Большинство лишенцев как раз составляли люди, использовавшие наемный труд и владевшие, как бы сейчас сказали, частным бизнесом. Ну, это же базовая информация, находящая отражение в документах. Плюс ограничения для лишенцев были отменены уже конституцией 1936 года при коварном Сталине. Ну, или вот... В 1953 году, когда умер Сталин, что сделала советская верхушка? Не отличавшаяся ни высокой нравственности, ни политической культурой, и состоявшая, давайте смотреть правде в глаза, из уголовников. Советское руководство, если что, никогда не состояло даже на какую-то значительную часть из уголовников. Если не считать уголовщиной, конечно, политические статьи. Даже истории о грабительских похождениях Сталина это миф. Ну, а к 1953 году состав ЦК КПСС и его политбюро и вовсе обновляется радикально. Чтобы попасть туда, надо иметь незапятанную уголовщиной биографию. Я просто хренею с подобных заявлений Шульман. Ну, какие-нибудь Суслов, Косыгин, Шверник. Прям охренительные были уголовники. Но вы уже, наверное, заметили, что выраженным признаком Шульманиоза является непреодолимое желание ввернуть хотя бы что-то про Ленина, Сталина, коммунизм, советскую власть, естественно, в негативном ключе, вне зависимости от контекста. К месту и не к месту. Это просто как синдром Туретта. Это знал Владимир Ильич Ленин, старый упырь. Представление о том, что, например, большевики были фундаменталистской сектой, имеют под собой множество оснований. Действительно, свойства секты, свойства фундаменталистской, идеологического течения, там имеются вождизм, единственно верная идеология, миллениаризм, то есть вера в конец света, в то, что скоро настанет какое-то светлое царство, ради него надо обязательно, значит, бороться. Преданность этой самой идее, образование ядра, это все свойственно, в том числе и партии большевиков вполне. Советская власть уж какая была зверская, расстреливала в подвалах, а не на площадях. Опять же, вот чем не 30-е годы. Тогда народ горел. Квартиру хотел получить, из деревни хотел вырваться, поесть хотел хотя бы. Мотивация была. Мотивация была. Я убью тебя и вселюсть твою квартиру. Вообще, о том, что касается захвата и удержания власти, Владимир Ильич понимал очень много. Во всем остальном, там, насчет философии, там, или неисчерпаемости атома, это не к нему, а вот по этому поводу, такому технологическому, тут его надо всегда слушать. Последнее мне особенно нравится. Типа, да, Ленин вообще не сек в философии. Только в захвате власти шарил. Правда, его что-то до сих пор в контексте философии даже в университетах проходят. У него есть не только условные философские тетради, но и весьма серьезная и чисто философская работа «Материализм и эмпириокритицизм», от которой Шульман просто отмахивается, типа, ха-ха-ха, эмпириокритицизм. Но, конечно, Ленин ни хрена не понимал в философии. Его интересовало только как захватить власть и убить побольше людей. Все остальное, что он там писал, про материализм и эмпириокритицизм, про то, что электроны так же не исчерпаем, как и атом, это бог с ним. А вот во всем, что касается того, как силой захватить власть и силой же и террором ее удержать, он это понимал. В какой-то момент Рудой понял, что Шульманиоз превращает человека в довольно предсказуемое существо. Он даже выяснил, что запросто может отвечать на вопросы вместо Екатерины Шульман. Скажите, а почему рэпер Оксимирон назвал Шульман Милфой? Ну, эта проблема, известно, не новая. Еще большевики вводили общность жен. Причем я читал где-то исследование, не помню какое, но очень хорошее исследование было, что обобщислялись женщины всех возрастов, абсолютно, абсолютно. Ну и, соответственно, мы до сих пор живем вот с этим вот вульгарным наследием советской эпохи. Довольно быстро обнаружилось, что Екатерина Шульман параллельно с бойкой речью что-то рисует на листах бумаги. Сначала Рудой гадал, что это? Разгадка сканвордов? Морской бой? При приближении стало заметно, что на листах бывает план выступления, а рядом с ним Екатерина чертит непонятные фигуры, рисунки и знаки. Позже врачи больницы имени Кащенко сделают предположение, что разум этой женщины, вытесненный шульманиозом в область бессознательного, подает таким образом призывы о помощи. Человечество еще на один шаг приблизилось к объяснению страшной болезни. Кстати, тяжкое наследие советской власти проявляется даже в уголовном праве. Оказывается, то, что в России слишком жестко карают за антигосударственные преступления и коррупцию, это не тенденция, характерная для многих стран, а чисто социалистическая тема. Несмотря на то, что это уголовный кодекс, так сказать, новой России, строивший новое правовое государство, в нем сохранился советский скелет, который говорит нам следующее, если скелет, может говорить, что есть преступления против государства, они же бывшие преступления против социалистической собственности, которые опасные, плохие и должны караться сурово. А есть социально близкие, помните, такой термин был при советской власти, социально близкие преступления или преступления, совершаемые социально близким контингентом. Ну, один пролетарий набил друг другу морду другому. Это, конечно, нехорошо и осуждается, но, в принципе, ничего подрывающего основы строя в этом нет. Поэтому особенно его наказывать сильно не стоит. В результате у нас что происходит? У нас есть блок, так сказать, идеологических преступлений. От терроризма и экстремизма до оскорбления всяких чувств, возвращенные в уголовный кодекс клевета, всякого рода мысли и слова преступления, которые караются очень суровым образом. Ага, значит, за преступления против государства в странах благодатной западной демократии не шибко карают. Только что там со Сноуденом, что с людьми, сливавшими данные о Санжо, ну, давайте не будем рушить уютный манимирок Екатерины Шульман, которая, как мы увидим дальше, вообще за то, чтобы за коррупцию поменьше наказывали. Однако, подождите, многим людям же очевидно, что, ну да, масса вещей в советском прошлом были спорны, но многие, несомненно, прогрессивными были. Всеобщее образование, там, права женщин, обеспечение жильем, социальные гарантии, стремление к смягчению агрессии в обществе. Да ладно? Вот хрен вам. Екатерина Шульман уже давно разбила вот эти вот ваши совковые предрассудки. Шульман делает невероятные открытия, гипотезы и теории просто на ходу. Вот вы думали, что советские люди стали самыми читающими в мире? Ага, сейчас. Просто советская власть печатала очень много книг, а их, скорее всего, вообще мало кто читал. Я насчет этой самой читающей страны в мире как-то сомневаюсь. Нет, ну в смысле все были грамотные. Тиражи были большие. Это в Советском Союзе? Да, в Советском Союзе. А читал-то не тот ли круг, так сказать, небольшой? Да, Екатерина, все звучит крайне правдоподобно. А еще травмированные дефицитом советские граждане просто так скупали книги, чтобы ими хоть как-то украсить свой убогий быт. Инфа сотка. Только элитка почитывала все это барахло. А вот школьники, там студенты, это нет. Не было такого. Ложь поклеб советская пропаганда. Кстати, образование в СССР тоже было такое себе. Скажу больше. Советская власть вообще не хотела какого-то экономического роста в стране. Он у нее получался ну просто сам собой. Вот случайно. Мы тоже на этих дрожжах росли. Опять же, советская власть немножко не тем была озабочена, не ростом, но даже у нее рост какой-то получался. Истину глаголите Екатерина. Не было же пятилетних планов, которые устанавливали необходимые темпы роста. Не было стахановских, комсомольских движений, великих строек, призванных стимулировать этот рост. Да и рост был ну такой себе. Вот посмотрите на график. СССР стал второй экономикой мира просто нечаянно. А может быть, вы поставите Совкам в заслугу то, что они выдавали людям квартиры? Снова промах. Они просто портили исторический вид городов. Потом пришла советская власть и, естественно, расшибло все то, что оставалось, понастроив своих, так сказать, необходимостей. Вы просто посмотрите на это высокомерное ехидство. Понастроили своих необходимостей. Ну, правильно, надо было все административные учреждения и весь жилищный фонд разместить в уютных купеческих усадебках. Смотреть на фотографии того, что тут было до советской власти, конечно, грустно. Такая была живая какая-то жизнь, улицы были, маленькие домики, все такое симпатичное, что теперь, как выясняется, составляет главный капитал любого города и делает его дороже. Делает недвижимость дороже, делает его туристически привлекательнее, в общем, создают жизнь. Это вот эти вот старые дома, но не новые. Все это сносили и построили нам значит, вот этот белый дом и какой-то там будущий супермаркет, вот эти вот торговые здания, ну, что скажешь, с годами и у этого приобретается некая благородная патина прошедших лет, но нет, полюбить здание Белого дома, Юнакийский собор, как звали его старые тулики, как-то у меня не получается. От вас, Екатерина Михайловна, любить эти здания и не требуется. Они уже выполнили свои практические миссии и выполняют их, в общем-то, до сих пор. А вот люди, которые жили в свое время в усадебках, строили уютные домики на фоне того, что 80% населения жило в хибарах, по сравнению с которыми даже хрущевки это чудо-дворцы. По поводу того, что советская власть заставляла женщин насильно работать, мы уже уяснили. Но оказывается, что и борьба с безграмотностью это не победа большевиков. Они лишь присвоили себе царские заслуги. Учреждения, которые на самом деле гораздо ближе подошли к ликвидации грамотности и к тому, чтобы люди могли получать медицинскую помощь, чем любила вспоминать советская власть, которая все эти заслуги от электрификации до ликвидации безграмотности приписывала себе, замалчивая то, что она не только пользовалась планами разработанными до нее, но и на свой счет относила те заслуги, которые тоже ей не принадлежали. Только почему-то эффективная царская власть ну, типа, развивала бурную деятельность по просвещению и строительству больниц, но эффект-то был мизерный. Вот учитесь 10 лет советской культурной революции и поголовная грамотность, несколько десятилетий и полностью бесплатные образования всех уровней и медицина. Потому что цель была не приходилось лавировать между необходимостью модернизационных изменений и пониманием, что просвещенная Чернина читается запрещенной литературой и перестанет верить в боженьку. Но каково же было удивление подопытного, когда он узнал, что и образование в СССР, кроме технического, тоже было плохим. Социологии как таковой практически не существовало. И единственным ученым, не подвергшимся репрессиям, оказался филолог, собиравший славянские сказки. Прочитав эту книгу, я пошла смотреть, как вообще бедный проп остался жив. Как он пережил советскую власть. Он ее пережил, надо сказать, довольно мирно. Он работал всю жизнь по специальности. Никаких специфических несчастьй я у него, опять же, по изложению в Википедии не заметила. И слава богу, до кого-то все-таки советская власть не добралась. Тут я честно словил флешбеки. На самом деле существует же целый Антон Красовский, который пошел еще дальше, чем Шульман, и заявлял офигевшему Дудю, что советской науке в принципе не существовало. Ролик об этом чуде найдете по ссылкам на экране и в описании. Да, друзья мои, кстати, преимущество нынешнего строя перед советским проявляется по Шульман даже в том, что вот раньше, дескать, репетиторы были редкостью, элитарной темой, а нынче их услугами пользуется почти каждый первый абитуриент. Вот он, прогресс! Я вообще обращу внимание на то, что наличие репетиторов, домашних учителей и дополнительных занятий было аристократической практикой. Это то, что могли позволить себе элиты, как, так сказать, досоветские, так и советские. Сейчас довольно трудно найти ребенка, который только ходит в школу, больше ничего не делает. Как человек, непосредственно погруженный в эту тему, я тут, честно, знатно пригорел, потому что я понимаю, что репетиторов нынче нанимают не от хорошей жизни, а от убитого образования и значительного несоответствия стандартов ЕГЭ банальным программам. И если уж это выгодно отличает нас от советского прошлого, по-вашему, то у меня для вас очень неприятные новости. Кстати, вот некоторые думают, что в СССР люди были человечнее. Так вот, нифига, Шульман утверждает, это просто ошибка выжившего. Многие просто погибали в дворовых разборках, плюс пропаганда, конечно же, замалчивала реальное положение дел. А значит, что касается прекрасных советских времен, чрезвычайно мирных, когда все во дворе гуляли, никто дверь не закрывал, значит, насколько мы помним, драки детей, в основном мальчиков, считались необходимым элементом взросления. Кто после этих драк до взросления не доживал, те воспоминания не оставили. Это называется survivor's bias, да, это называется предрассудок выжившего. Вот мы во дворе гуляли, ничего с нами не случилось. Еще раз повторю, с кем случилось, тот потом уже ничего не говорит. Его, так сказать, опыт в общую копилку опыта не входит. Ну, может быть, Екатерина даст нам статистику по погибшим в этих легендарных советских дворовых разборках, если это уж такой важный и замалчиваемый момент. Да ну что вы, какие доказательства, это же просто очередной вброс. А потом, после этого, кстати, можно сказать, что вообще не было никакого всплеска преступности в 90-е годы. Просто сокрытые совками данные наконец-то были представлены миру. А поверит ли наш маленький друг в эту удивительно правдивую историю? Иногда мне казалось, что Шульман уже просто стебется, неся запредельную, никак не соотносящуюся с реальностью пургу. Но, к сожалению, нет. Она, кажется, абсолютно серьезно считает петербургских рабочих 1905 года зажравшимися хипстерами. Эти петербургские промышленные рабочие это хипстеры 20 века. Не очень многочисленная категория граждан, которая занимается чем-то новым, только что возникшим, получает больше, чем, так сказать, что называется, средний труженик, живет при этом в гораздо лучших условиях, дрова не рубит, воду не носит, значит, живет практически на всем готовом и жиру бесится. Вот он, креативный класс 1905 года. И теперь они еще захотели встретиться с императором и ему высказать свои требования, претензии, которые у них народились, явно потому, что они живут слишком хорошо. Ну да, вот эти вот хипстеры, ютившиеся в доходных домах, в кромешной нищете, эти зажравшиеся люди, которые даже в челобитной царю писали, что жизнь невыносима, мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Да-да, Екатерина Михайловна, чертовы зажравшиеся хипстеры. Говорите, ваши зрители схавают. Я все это хаваю, у меня нет выбора. Подопытный уже догадался, что шульманиоз должен обладать и другими симптомами, характерными для схожей группы заболеваний. В первую очередь, это лихорадочные призывы к декоммунизации. Это, знаете, как борьба с борщевиком, которая у нас почему-то не происходит, но должна бы она произойти. Нужно это делать три года подряд. Выкапывать там, пока не зацветет, измельчать, засеивать солью, как карфаген. И первый год это сделать, на второй год он опять вырастет, второй год это сделать, на третий год он вырастет, третий раз это сделать, он же не вырастет, как в сказке. Вот примерно то же самое и с декоммунизацией. Это требует некоторого времени, изменения в школьной программе, но через некий вполне исторически обозримый период это начинает действовать. Вообще неплохо бы этим заняться, не сильно откладывая, потому что левые симпатии молодежи, которые мы наблюдаем глобально, тут нам несут некоторую угрозу. Следующее поколение, не знавшее всех прелестей советской власти, они могут иметь свои мифологизированные представления о ней. Поэтому рассказать им, что бывает, когда какую-то идеологию пытаются насаждать слишком интенсивно, в общем, будет не просто полезно, а необходимо для нашего же с вами, как-то для нашей же с вами, дорогие слушатели спокойной старости. А как Екатерина Шульман предложит проводить декоммунизацию? Как Гитлер, как Пиночет, как Франко, как Маккарти, или как славные латышские власти с маршами эсэсовцев по улицам, ну или как нынешние украинские власти? У меня только все-таки плохие новости. В Германии, Чили, Испании, США коммунисты в итоге все равно подняли головы. На в Украине и в Латвии тоже явно поднимут. Так что себя пропалывайте, вы тут сорняки, да и как бы декоммунизаторка у вас еще не отросла. Екатерина Михайловна, к слову, по крайней мере, отдает себе отчет в том, что в мировых масштабах леваки все множатся и множатся. А, конечно, образованный класс в западном мире нынче все леваки. Дальше будет только хуже. Готовьтесь. Значит, марксист на марксист сидит, марксистом погоняет. Как они вырулят из этого, это отдельная история, но пока это так и с каждым следующим поколением это только усиливается. Кстати, самое смешное в том, что вот после вот этого вот всего Шульман на полном серьезе заявляет, что она политически нейтральная, что вообще не агитирует, просто делает беспристрастный анализ. Понимаете, как это тень исследователя падает на предмет исследования. Не мое дело пропагандировать свои взгляды, мое дело смотреть, что в обществе происходит. По-моему, это, кроме всего прочего, еще гораздо интереснее. На фоне этого всего Шульман довольно забавно объясняет, почему же левой молодежи это все больше и больше. И чтобы не выглядеть совсем уж смехотворно, она вынуждена отвечать не только тезисами в духе «Да они там просто в совке не жили, не знают, что там был ад», или фразами о том, что общество стало очень богатым и просто появились люди, желающие богатство перераспределить. Но и тем, что неравенство таки зашкаливает, монополистический капитализм это совсем не ок, словно капитализм не имеет естественного свойства монополизироваться. Однако, юные левачки по Шульман все равно глупенькие, потому что думают, что современные технологии способны якобы повысить эффективность плановой системы. Только в другом стриме вдруг выясняется, что подобные мысли присущи не только молоденьким левачкам, но и людям с высокими постами и отнюдь не левыми взглядами. Ну, например, Герману Грефу. Вот такой Госплан 2.0, то что называется. Я, когда Грефа слушала на Петербургском экономическом форуме, тут я услышала, что какие-то у них дребезжат в их богатых головах какие-то мысли на эту тему. То есть смотрите, как эта логика выглядит. Раньше Госплан провалился и социалистическая экономика проиграла, потому что нельзя было иметь всех данных. Нельзя было иметь всю полноту данных и нельзя было их анализировать. А теперь-то есть волшебные машинки, теперь-то есть искусственный интеллект нейросети. Это Big Data, Agile, чего-то там, какой-то там Deep Learning, то, что любит говорить Герман Оскарович. Не получится ли теперь сделать такой Госплан, который будет гораздо лучше, чем вся ваша капиталистическая конкуренция? Ну, насколько самому Грефу вообще все эти мечты о новом этом киберсоциализме близки, или киберкоммунизме, как он там это называет, сказать трудно, но то, что называется разговор такие брудят, это да. Но тут, что называется, интересно, интересно будет посмотреть. Нет, пока представляется довольно-таки беспочвенным фантазированием, но, что называется, указываю вам, дорогие слушатели, на то, куда можно направить ваше внимание, вместо того, чтобы опять ловить Сталина под кроватью, которого там нет. Почему-то в упор Екатерина Шульман не понимает и некоторых других базовых тезисов левых. Почему бизнес, который зависит от потребителя, будет менее человечен, чем государственная власть, которая может править голой силой, некоторое время, по крайней мере, может. В общем, мало понятно, но это левый взгляд. Леваки они такие. Тут все просто. Левая идея, и марксистская в частности, предполагает, что госаппарат, по крайней мере, можно сделать орудием в руках народа и его представителей, и таким образом делать его более человечным. А бизнес нет. Он исходит из стремления максимизации прибыли. И, как итог, мы пожинаем массу негативных эффектов. От безработицы, нищеты, прикарной занятости, до экологических проблем и воин. Да. Хотя, что это я? Конечно же, тезис о том, что капитал пойдет на любое преступление ради 300% прибыли, это выдумки марксистов. Это некое отталкивание от примитивного понимания выгоды. Вот всякие политэкономисты прошлого, типа Адама Смита, считали, что человек действует исключительно к своей выгоде. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал, ради 300% прибыли. Это не Смит, это Маркс, разумеется, выросший из Смита. Парсонс указал на то, что человек не просто стремится к некой абстрактной прибыли в вакууме, даже если она 300%, а он соблюдает эти самые социальные нормы. Автор цитаты на самом деле не Маркс, а Томас Джозеф Даннинг. Маркс его всего лишь процитировал, так эта фраза стала крылатой. Подопытный тонул в мутной жиже противоречивых высказываний политологини. Он не мог понять, если для многих Шульман политолог номер один, то как выглядит хотя бы третий-четвертый человек в этом топе? Кстати, я долгое время, исходя из речей Шульман, полагал, что она такая вот рафинированная либерально-оппозиционная особа. Пока не посмотрел, как она посылает лучи респектов председателю Госдумы Вячеславу Володину. Так, Володин переизбирается в ГД в одномандатном округе Саратовской области более 75% голосов. Ну что ж, буду рада видеть и Вячеслава Викторовича тоже в новой думе. А он, по крайней мере, опытный парламентарий и знает, как дума устроена изнутри. Последнее время, правда, ну, в общем, ладно, никто из нас не молодеет. И 20-й год не прошел даром тоже ни для кого. Я все еще стараюсь находить в людях хоть что-то хорошее и искренне надеюсь, что это была какая-то постирония. Хотя на постиронию очень сложно списать периодически мелькающие в выступлениях Шульман тезисы о том, что у нас слишком жестко карают за коррупцию и приравнивают к коррупции нецелевые расходы денежных средств. Ох, вот если бы дали возможности чиновникам спокойно тратить, вот жизнь хорошая бы была. А вот человек убил кого-то или не убил, изнасиловал или не изнасиловал, вот это важно, а не то, как он там неправильно, на какую сумму должностную инструкцию нарушил. Казалось невероятным то, что огромное количество людей практически боготворит Шульман. Ведь по сравнению с ней даже Максим Кац не так уж плох. А Камикадзе Ди не с концами безумен. Зато очевидным становится геназис Шульманиоза и пути его передачи. Заболевание очевидно появилось в ходе мутации каши в головах буржуазной интеллигенции, которую еще Владимир Ильич, разумеется, ничего не смыслящий в философии, окрестил говном нации. Передача штамма происходит как воздушно-капельным путем, так и через средства связи. Идеально подходит для людей с частичным или полным отсутствием головы. Вы, наверное, хотели бы знать, завершились ли мои страдания созданием вакцины от Шульманиоза. А вот вы ее только что получили в этом видео. Кому охота за второй дозой, в описании оставлю ссылку на файл с тайм-кодами на Перлы Шульман. Большое спасибо, кстати, Игорю Кузнецову за сбор информации. Без него мой эксперимент однозначно закончился бы для меня летальным исходом. Ну а подействует ли вакцина? Покажет практика. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии и, надеюсь, что до новых встреч. Этот случай остался самым странным из тех, что проходили через дзержинских оперативников. В итоге все было списано на то, что эксперимент Трудова с просмотром Шульман стал самой долгой и изощренной попыткой самоубийства в мировой истории. Дело не было открыто за отсутствием состава преступления. Виновные безнаказанно гуляют на свободе. Шульманиоз буйствует в обществе и только ваши репосты помогут создать коллективный иммунитет. Ну а сама Екатерина Шульман продолжает видеть в окружающей реальности что-то свое. Так вот, представители социальных наук, что бы им ни показывали, видят все равно свое родное профессиональное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова